Телемарафон «Ради жизни на земле» продолжается, и к нам в студию заглянул хороший друг телекомпании Томас, режиссер-постановщик, кандидат педагогических наук Вячеслав Киселев. Здравствуйте, Вячеслав! Здравствуйте! Здравствуйте! Замечательный Сергей Пассаци! С праздником, с Днем Победы! Совсем недавно в нашем эфире мы посмотрели торжественную патриотическую акцию «До свидания, девочки!». Это же ваша работа, да, Вячеслав? Да, я вот действительно узнал, что вот сейчас в этом марафоне, который проводит телекомпания «Тонас», была и наша совместная работа с добровольческим проектом «Братина», с Институтом культуры и искусств Московского городского педагогического университета, она действительно называлась «До свидания, девочки!». Она была посвящена 80-летию битвы под Москвой, она состоялась в декабре месяце, и мы ее придумали с моими студентками сыграть в природном ландшафте вокруг института. Вот зимой, не в теплом зале, знаете как, а вот это было на улице зимой, как 80 лет назад были же такие вот морозы, и я думаю, что вы видели, как это все происходило. Вообще уникальная в каком-то смысле акция, потому что у меня на курсе одни девчонки и парень. Ну, так получается, вот это уж такая специфика творческих вузов. И мы придумали так, чтобы мы бы сыграли это про бабушек этих девочек. И они стали, можете представить, изучать архивы своих семей. Это была такая удивительная история, когда они приносили фотографии там, значит, своих бабушек, прабабушек и многие-многие какие-то другие родственники. И они все это вот выкладывали на занятиях, и мы думали, как это все сделать, потому что очень большой материал. Но вы понимаете, как журналист, что это такое, когда вот из этого большого дела нужно собрать для театрализованной акции. И, конечно, это была в каком-то смысле уникальная, воспитательная еще работа для них. Вот, ну и я надеюсь, вы увидели эту акцию. Там звучали и песни, и стихи, и, конечно, была так у Джаваса со своей программной песней «До свидания, мальчики», в которой второй куплет «До свидания, девочки» звучит. То есть это же не случайно сделали. Да, вот. И в финале был бессмертный полк прабабушек. Я вот сейчас смотрю, у нас стоят, значит, наши фотографии наших замечательных родственников. Я знаю, я только что из Москвы приехал, там был, конечно, свой бессмертный полк. Сейчас был, мне рассказали, что в Сергееве Посаде, конечно, шел по проспекту Красной Армии. Да, да, да. Два года же не было, наверное, да, как и в Москве. С удовольствием все вышли, несмотря на погоду. Несмотря на погоду, но с трепетом, с памятью, вот это же очень важный момент. И вот это была программа, я надеюсь, что кто-то из вас ее увидел. Это действительно была очень большая патриотическая акция совместно с добровольческим проектом «Братина» с телекомпанией «Тонус». Ну, это же не единственная ваша работа, именно к 9 мая. Что-нибудь такое значимое, яркое, может вспомнить еще? Ну, конечно, мы ребята все как бы из 70-х годов, то есть мы очень взрослые мальчики, что называется, Сергеем Евгеньевичем Боковым, я имею в виду, потому что мы вместе учились в Институте культуры. И когда вот в 83-м году мы выпустились, мы же еще и в Институте когда учились, мы делали программу к 9 мая, я помню. Но как только вот Сергей образовался телекомпанией «Тонус», сразу мы начали делать праздники в городе. Тогда он еще назывался Загорск, да, и это была и Блинная гора, и вот на той стороне, где Лавра, там есть специальная поляна. То есть было огромное количество больших праздников, акций и таких значимых событий для города. Потом он стал Сергиев Посад, и мы, конечно же, продолжали. Но то, что касается меня, моей как бы самостоятельной творческой работы, конечно, я вспоминаю несколько лет назад, я был режиссером и ведущим, ну, такого вот военного праздника 9 мая у разъезда Дубосекова. Это там, где вот стоят наши вот исполины, да, конечно, под Волоколамской, это тоже Подмосковье, как мы понимаем, да, это была огромная акция. Я, как, еще раз повторяю, мальчишка, который знал и книги «Волоколамское шоссе», вот это моя, ну, просто книга писателя по фамилии Бек, такой Александр Бек, по-моему, вот называлась книжка «Волоколамское шоссе», я это очень хорошо помню. И вот мне посчастливилось, там удалось, я испытал огромную гордость, когда, у меня есть даже фотография, где я вместе с возложением, там был, ну, естественно, эпизод возложения, и я иду вместе с офицерами, с, ну, полк возложения, есть такой там взвод возложения, и сзади нас, вы можете представить, вот эти исполины, вот эти вот солдаты из камня, которые возвышаются. Ну, конечно, это была огромная акция. Кроме того, в разных городах, где мы делали и с тонусом праздники, и я самостоятельно делаю с городами, конечно, когда идет День города или какие-то другие события, всегда какая-то страница Дня города посвящена, значит, Великой Отечественной войне. Это память нашего народа, это память в сердце у нас, мы никогда этого не забудем, мы это храним. Да, и наш телемарафон ради жизни на земле продолжается. Вячеслав, вы можете поздравить наших телезрителей? Да, для меня Сергеев Посад, Загорск, это город, в котором у меня огромное количество друзей, в который я приезжаю каждый раз, я хожу по этим улицам, обязательно бываю в Лавре. Ну, дворец культуры Гагарина для меня очень значимый. И, конечно, телекомпания «Тонус», который, ну, я надеюсь, мы еще много-много сделаем. Дорогие Сергеевы Посадцы, я поздравляю с этим святым нашим праздником, с праздником со слезами на глазах. Главное, чтобы у нас был мир, чтобы мы сделали нашу жизнь ярче, интереснее, когда будет победа, когда будет мир. С праздником вас! Удачи и здоровья!